всем доброе утро всем доброе утро у нас время 5 утра мы полчаса как в пути мы уже едем обратно выехали из сочи едем уже в сторону дома на отдыхались накупались на загорались да сейчас мы едем знаете где да черт знает могу посмотреть сейчас скажем где мы едем в общем мы проехали догомыс едем в лао получается мы до сюда доехали за полчаса вообще быстро да ребята кстати на камере темно а у нас на улице уже ну как днем по сути уже светло но небо такое пасмурное дочки что-то ходят получается вовремя уехали ну да ну по времени в этот раз поехали пораньше и просто а вот деревья были поэтому казалось что темно в этот раз поехали пораньше и да да намного лучше мы в этот раз едем чем в тот раз да я помню мы туда ехали мы по-моему до гамыз до проехали еще часа на три доехали да что мы прям несколько часов еще ехали в ту сторону а вот в сторону вообще махом в сторону сочи тоже никого нету вообще можно спокойно ехать сейчас тоже машин побольше становится по сочи с пяти утра до пяти вообще практически никого не было ну по сочи мы вообще проехали вообще пусто никого не было там отаде машины проехала еще просто все кто ехал в ночь они уже доехали а кто еще хотел выехать утром они еще не выехали вот видимо вот тогда было на самом деле уже много машин мы видимо просто тащимся за кем-то уже а там вот машин через шесть где-то через семь едет газель и вот он всех тащит нас уже сразу так в пять утра возможно думал выйду пораньше чтобы никому не мешать мы просто едем за какой-то вонючкой вот так воняет мы сначала подумали что может быть это не от него но может только едем это по-любому от него но как будто знаете мусор короче везет тухлый уже окна закрыли тут все закрыли все равно время кстати у нас уже 5 48 ну подцепились тут за каким-то вот чуваком до этого прям хорошо так ехали сейчас 10 едем за ним ну да ну ладно бы да он медленно ехал еще и воняет хотя бы не вонял бы как будто мусор везет но на мусороводство не похоже что он там может это он арбузы везет тухлый знает он там везет макс мустом едет что он так сидит подушка там особо не помогает хотя им пледик дала у него там подушка мишка есть мог лечь нормальный он съехал у толку от этого мало тут сплошная короче будем тащиться за ним увидела кто-то на автодоме он едет кстати народу едет туда больше чем обратно там даже кое-где уже пробки есть там стоят машины где-то уже даже стоят за время просто пять утра почти шесть уже без десяти шесть но мы очень хорошо проехали вот этот промежуток хотя бы я думаю что мы сократили прям много часов но когда в трасс выехали дамы выехали из сочи и сразу же встали и всю дорогу мы вот ну ехали мне мы стояли всю дорогу и и и наконец-то вонючка съехала и вот спокойненько едем уже кстати в лазаревском вообще хорошо идем очень быстро и и мы уже проехали 92 километра но мы с лазаревском лазаревском помнишь да вот мы когда сюда ехали мы еще днем здесь были и этот в адлер уже ночью приехали солнышко начинает потихонечку пробиваться кстати здесь прохладнее вот у нас показывала машина но это было еще и утро причем было 28 градусов сейчас 25 сейчас 25 вот мы получается едем по лазаревскому еще да мы же не проехали мнение еще здесь и там где ж.д. вокзал очень много было таксистов и что-то какая-то тут пробочка собралась ну там прям скопление машины очень большое было да я просто время 6 утра они уже стоят здесь нифига себе потихонечку совсем едут не здесь-то вообще смотри стоят очень едут нифига себе плотно ребята если кто едет выезжайте пораньше в 6 уже пробка в 6 уже пробка да но мы пока едем в ту сторону пока да двигаемся нормально ну вот ребята у нас первая пробочка мы доехали до туапсе времени у нас кстати 7 утра 7.09 быстро кстати так доехали 140 километров мы проехали от адлера считаю вообще классно проехали сейчас маленько здесь постоим навигатор пишет что пробка 2 километра на 12 минут я думаю да сильно долго мы стоять здесь не будем сейчас уже потихоньку все равно едем как бы маленько постояли постояли поехали там светофор же в этом туапсе из-за него всегда такая пробка ну по сравнению с прошлым разом едем вообще великолепно просто вот так вот все это дело здесь выглядит ну и вот на навигаторе у меня показывает блин сбилась только что было видно ну да ладно а вот пробка на 8 минут 1 на 4 километра уже осталось пока вот так вот стоим никуда не едем у нас тут пробочка уже заканчивается светофор сейчас вот мы еще постоим а или не мы не постоим не мы даже не постоим поедем видишь как нам повезло ну и все и дальше едем спокойненько себе все дальше пробки нету только здесь была маленькая ну в сторону Сочи вообще пробка такая вообще не кончается по-моему вообще жесткая пробка они вот как стоят так и стоят ну вот сколько едем нам получается вообще повезло прям жестко что мы вот так вот проехали потому что вот здесь пробка и она туда в сторону Сочи идет и идет они там стоят просто вообще прям жесть там что-то невероятное происходит мы короче вовремя да мы успели проехать хотя бы ехали в ту сторону ну просто ехали ехали очень медленно где-то стояли где-то ехали ну сам факт уж все равно потихоньку потихоньку не вот так вот как они мне кажется сейчас самое время просто лишь как раз ехать мы тут немножко встали в пробку показано что авария случилось видимо недавно ребята но у нас времени 8 утра мы проехали на данный момент 179 километров 180 уже мы почти уже возле у джуб диод поэтому я считаю это просто невероятно невероятно да в том году мы поехали и мы ехали но весь день мы в краснодар вот приехали это в 11 или 12 часов уже ночи что такое помню что мы уже по ночи ехали это было конечно мощно а сейчас прям вообще красота цветочек ведем из сочи красненький туда мы туда вот в сторону сочи ой доброе утро проснулся а в сторону сочи там тоже мне кажется на видео я то видите просто еду и мы снимаем ну через какие-то промежутки времени да вот он так когда все соединишь получится так что я каждый раз такой договорю типа туда в ту сторону вообще жесть потом копну для меня то время прошло для вас получается нет и опять я такой говорю вот здесь уже аж бортовая садри становится так видимо недавно случилось что-то на нашей стороне видимо что стоим ну да да видимо что-то произошло ладно надеюсь я что мы скоро поедем разок уж можно постоять ладно уже не до жирного да так сказать уже кушать начинает хотеться не завтракали а кстати ребята мы сейчас остановимся в джубе и вы нам сказали что в магните там где-то приправа это есть сейчас мы остановимся там и пойдем ее искать ну вот и посмотри за нами то уже какая колонна ничего себе нам надо протереть стекла на протереть да и вообще не едем там видимо что-то случилось и проехать нельзя пока запаркуемся да нет просто это стекла вы не протирали знаете почему мы короче очень сильно торопились быстрее 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 уехать чтобы чтобы здесь не застрять сейчас остановимся протрем обнимашки водный пасы едут вот они сейчас наверное все тут разрулят я надеюсь или может просто куда-то едут может просто думаю той пробка поедем кота но два для ряда мы видели кстати сочи сочи не знаю там вот с мигалками в основном они все гоняют да и за ними еще два-три шустрика так сказать что никакой этой аварии тут не было просто стояли стояли и потом хоп поехали дальше что-то непонятно да как-то вообще непонятно да линия вот эта красная такая хоп стала желтая сначала была красная потом бордовая потом хоп такая опять красная хоп желтая и хоп и все и куда-то все делось что это было не знаю глюки системы да не глюки мы стояли но это глюки глюки матрицы короче до джубки у нас осталось три километра и вот мы как раз встали в пробочку подкатываемся так по времени у нас там сколько времени у нас восемь сорок два отлично вообще вот это раз вот этот раз мы вообще конечно дали прям еще раз рассказать что там все так надо не забыть купить приправу да уже где-то совсем рядом джубскую но кстати даже фотку так никто не скинул какую там прижимом есть фотка а есть она так и называется джубская приправа ну все отлично туда ну вот мы уже и заезжаем в джубку ну как заезжаем закатываемся потихонечку закатываемся пробка осталась 1 и 2 километра и все потом все нормально поедет все мы купили приправы вот такая вот джубская у них немножко поменялась баночка в общем смотрите разные другой взяли вот еще аджика сухая у нас там для плова еще взяли короче вон набрали там вот смотрите бешок целый в общем в магнит вот так вот заходите и тут прям сразу на входе будет с правой стороны вот здесь еще фанагория вот винотека надо адрес надо сказать лучше а то вот ну так вот без адреса тяжело да было найти сейчас я даже адрес вам скажу ребята сразу получается справа они работают с девяти до семи мы прям как раз успели 9 11 она только зашла и мы вот подошли не скажу что-то навигация здесь у меня сбилась он показывает что я в горах где-то вон там а вот адрес наверно за зрение получше читайте по написанного российское шоссе 2b здесь вот магнит заборите кстати у нас тут подкапывает уже и гремит пойдем-ка побыстрее в машину убежать машина у нас на той стороне стоит так кстати говоря мы поедем обратно сейчас поедем через сальск через кропоткин ну так же как мы сюда ехали поедем по этой же дороге на принципе дорога понравилась хорошая поэтому через эту же дорогу поедем кто вот если не знает как ехать принципе вот через ась через кропоткин вообще отлично можно проехать дорога хорошая да сейчас еще раз проедем и покажем а мы заехали в пятерочку гремит что-то как на улице у нас я смотрю прогноз там что-то вроде обещают дожди где-то возле краснодара короче мы сейчас возьмем так что-нибудь позавтракать из выпечки что-нибудь перекусим да дальше поедем а там уже где-нибудь пообедать остановимся в столовой какой-нибудь полноценно покушаем мы взяли сосиски в тесте и круассанчики я еще кофе взяла себе лапа такой ли сникерс у нас еще водичку себе взял короче будем кушать всем тут уже вдруг кушать всем приятного аппетита коля тут нагрелся такое горячая а а а а